После 30, как утверждает статистика, кризис среднего возраста грозит почти каждому. Тебе не кажется, что это я должен был говорить? Там дальше у тебя нормально, нормально. Ты всегда сможешь развить любую тему, я в тебе не сомневаюсь. Так вот, это эмоциональное состояние, которое человек испытывает в возрасте от 30 до 50 лет. Оно связано с переоценкой жизненного опыта. Кажется, что многие возможности и мечты юности упущены, при этом старость наступит уже скоро. Но средний возраст это в принципе не только этот, это также время переоценки, подведения итогов, самоопределения. Нередко люди чувствуют острую необходимость резких перемен. Но с чего начинать? Когда в прошлом не сильно ты удовлетворен, отказаться от него страшновато. Делать шаги в неизвестное будущее еще страшнее, ведь нужно принимать решения и брать ответственность за собственные выборы. С чего начинать? Давайте узнаем. Узнаем у нашего гостя в студии Романа Дусенко, бизнес-архитектор. Доброе утро. Итак, Роман. Знаете, вообще принимать решения сложно, а с годами еще сложнее. Мне кажется, наоборот, с годами ты приобретаешь опыт и у тебя есть вариативность. Ты, по крайней мере, точно знаешь, как ты поступал в прошлом, ты живешь в настоящем. Как не сработало. И ты точно знаешь, что примерно то же самое у тебя будет в будущем. Поэтому мы все живем в такой простой матрице. Прошлое, настоящее и будущее. Какое? Такое же, как было на сегодня. Но вот если мы говорим о принятии решения в том возрасте, когда уже, да, действительно, ты ко многому привык, твоя жизнь уже во многом сложилась, позади там зачастую первая работа, первые институты, первые браки, разводы и там первые дети. И вот ты сидишь вот этим всем оброс, и вроде бы уже, а как я из этого всего буду во что-то другое? Есть ли какая-то методология или есть ли какая-то вот матрица, дерево принятия решений, причем объективно верное? Илья, конечно же, нет. Потому что никакой матрицы нет. Но я могу повторить, если у тебя был первый брак, первый институт, первая работа, первые дети, то впереди тебя ждут второй брак, второй институт, вторая работа, вторые дети. Все очень просто. Так, ладно, решили мы, что все-таки вот мы готовы действовать, мы готовы что-то менять, с чего начать? Да, Людмила, знаешь, вот такой классный вопрос, с чего начать? А в первую очередь с того, что тебе важно. Мне кажется, вообще есть очень простая формула нашей жизни. Все, что у тебя есть, это то, что тебе важно. А то, чего у тебя нет, то, чего тебе не важно. А следующим, вторым вопросом, заканчивается слово «выбор». И последней вот в гамме этой формулы изменений становятся твои действия. Все очень просто. На самом деле, когда я действительно осознал, что настолько все просто, что я себе задаю вопрос, когда мне чего-то нет, я говорю, блин, для тебя просто это на самом деле не важно. И так, тебе важно или не важно? Ты выбираешь то, что тебе важно, что не важно, и что-то делаешь для того, чтобы то, что тебе не важно, стало важным или наоборот. В этом случае твоя жизнь очень просто приобретает в простые, тебе не надо что-то усложнять. Ты просто смотришь. Тут, например, подумайте о том, что бы вы больше всего хотели. Давайте так, самый простой способ. Хотели бы очень хорошую квартиру в центре Хабаровска? Ну, допустим, было бы неплохо. Мне 22 года, я очень этого хочу. Очень хочешь, да, да, Егор, да, я хочу этого. Давайте так, хорошенькую квартиру в центре Москвы. Можно в соседний город выбрать? Можно, любой, да. Никакую машину, которая бы помогала тебе передвигаться из этого соседнего города, из аэропорта до этой квартиры. Да. О материальном думаем частенько, да. Зарплату в три раза больше. Ну, а вот этого никто не отказывается. Деловой проездной в бизнес-классе, аэрофлоток, чтобы ты спокойно мог прилетать из Хабаровска в Москву. Пусть будет. Да, классно. Смотри, сколько много желаний. Но ни одно из этих желаний заставляет тебе что-то делать. Значит, не сильно-то и хочется? Это не важно. А тебе важно сидеть здесь, вести эту программу. Тебе важно закончить свой институт, получить диплом. Мне важно было сегодня в 7 утра прийти, прогуляться пешком до вашей студии, чтобы быть в хорошем настроении. И поделиться своими этими идеями. На самом деле здесь ничего нет абсолютно нового. Всегда, когда я работаю со своими клиентами или компанией, я говорю, слушайте, я не скажу ничего нового, но я попробую вам задать такие вопросы, осознание которых вам позволит иначе посмотреть на себя. Да, иногда проще и лучше, и эффективнее самому прийти к какому-то выводам, чем их просто услышать со стороны. Но с другой стороны, извините, возможно, а бывают же такие ситуации, когда ты просто в свои 35 или сколько, ты понимаешь, что до этого времени ты просто как загнанная лошадь, бежал, 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 бежал. Вот тебе когда-то на старте, когда тебе было 7-10, 12 лет сказали, что вот это важно, в тебя это вложили, и ты побежал. И времени остановиться просто, хотя бы даже задуматься, а действительно ли это мое, мне ли это важно, действительно ли это я выбрал, этого времени нет. Вот как замедлиться, как вот найти вот в себе вот этот ресурс, остановиться на день, на два, на неделю, сесть с бумажками, с ручками, с ноутбуком, лэптопом и проанализировать, провести анализ, что мне действительно важно. Илья, спасибо тебе большое, отличный вопрос. Вот эта вот гонка, к которой мы идем, и вложенная нам важно, она, знаешь, говорит о нашем контексте. То есть, давай мы перейдем, так как ты у нас один в очках здесь, ну условно говоря, да, это будет очень хорошо говорить. Ты смотришь через свои очки на мир. И если, например, мы тебе оденем очки какие-то другие, которые там раскрашивают мир в желтый цвет, в красный, ты будешь видеть тот, который ты видишь. Что такое наши очки? Это наше воспитание, как тебе происходит. Это то, что нам сказали, что важно. Это то, что мы прожили. Это то, что вообще вокруг нас ожидало. Есть возможность взять одни, надеть другие. Вот в тот момент, когда ты говоришь, надо остановиться. Вот смотри, буквально вчера разговаривал с интересным коллегой, он работает здесь, на Дальнем Востоке. Он говорит, слушай, я вот прожил большую жизнь, 25 лет отдал государственной службе и понял, что ничего не добился в жизни. Все, жизнь пропала. Я говорю, слушай, так это же классно, что всего 25 лет прошло, у тебя еще впереди есть и ты можешь сейчас сделать то, что ты хочешь. Никогда не поздно. А как останавливаться? Самый простой вопрос, ну не знаю, найти себе время утром, выпить чашечку кофе, посмотреть на небо и сказать, слушайте, это моя жизнь, как я и живу, что мне для этого нужно. Есть вообще три базовых вопроса. Что я хочу, что я чувствую и что мне сделать, чтобы быть в согласии с самим собой. Ну это же страшно. Да. Так не зря же ты сказала про ответственность. Вот смотрите, есть две большие разницы. Я хочу быть ответственным и на меня возложили ответственность. В 90% случаев мы живем с возложенной нас ответственностью. А выбор мой заключается тогда, когда я говорю, это для меня важно. И я беру тогда на себя ответственность. Ну вот обнулиться, да, действительно, наверное, это очень важно. И насколько помогают вот какие-то внешние вещи, да, вот когда ты хочешь себе помочь каким-то образом перейти в новый этап жизни. Ну 25 лет пахал на госслужбе. Что нужно сделать там, не знаю, поменять очки на другие, сменить прическу, поменять стиль одежды. Вот это нас подталкивает к изменениям? Ну смотри, у меня есть один знакомый и один клиент, который говорит, я поеду на новую землю, специально там на севере проведу полгода для того, чтобы подумать о себе. Вернулся, ну как подумал, говорит, слушай, никогда было. То есть человек везде привозит с собой себя, как бы то ни было. Для того, чтобы задуматься, тебе нужно в какой-то момент действительно как бы сказать, мне это важно. А самый простой способ, смотри, ты бы хотел задуматься о чем-то? Вот тебе сколько лет? 39. Да, порой не хватает времени для того, чтобы посидеть и помыслить. Давай мы сделаем очень простой инструмент, который позволит тебе прямо вот сегодня об этом подумать. Согласен? Добро. Хорошо. Способ, который позволяет мне взять ответственность на себя, называется простым. Обещание. Мог бы ты обещать Людмиле Егору, что ты сегодня найдешь 5 минут для того, чтобы подумать о том, что ты делаешь? Я думаю, что 5 минут у меня за завтраком точно найдется. Угу, не слышал обещание? Да, хорошо, я пообещаю, что я подумаю. Так, давай еще раз. Я обещаю Людмиле Егору, что я 5 минут буду точно думать спокойно в тишине о том, что мне хочется на самом деле. Классно. Вот смотри, как только ты дал обещание, у тебя появился выбор. Людмила, какой? Выполнить обещание. Первое. Выполнить и выполнить, делать не делать, да? Свобода заключается в свободе выбора. И вот когда Илья действительно потом вспомнит, о, а для меня это важно было, то, что я сказал? Или это просто роман пришел там, ну, как бы для шоу, которое мы делаем утреннее, чтобы всем остальным посмотреть? Или нет? Или действительно это мне важно? И, уважаемые телезрители, сегодня для вас есть любая возможность. Вы можете пообещать своим близким что-то сделать, пообещать самому себе измениться. Вот изменение, это не значит, знаешь, вот как бы в один прекрасный момент что-то происходит. Если мы будем заниматься 5 минут в день зарядкой, вероятно, тело станет через месяц немного другим. Но в один прекрасный момент, если я захочу похудеть, а рубашка сегодня на мне не очень хорошо, как бы там, ну, стягивается, потому что я не смогу это сделать завтра. Мне для этого нужно время. А самое главное, мне нужен выбор сделать так, чтобы появить какие-то действия, которые позволят мне в результате прийти к какому-то результату. Поэтому маленькие шаги, выбор, что важно. Вот маленькими шагами, то есть мы потихонечку стараемся шагать к своей мечте и думаю, что у нас получится. Верно. И квартира, и институты. И научиться играть на пианино. Если тебе это важно. Вот это да. Потому что мы часто говорим, надо бы выучить английский язык. Классно. Но мы об этом говорим часто. Выучаем или нет. Вот вопрос. Как, кстати, успехи? Ну, потихонечку, потихонечку. Презан континьюс? Да, кстати. И еще, кстати, время перехода, время выбора. Не обязательно начинается в 30 лет. У кого-то может быть в 20, у кого-то в 40, у кого-то в 60. И это самое классное время, когда ты можешь действительно посмотреть, на что ты уже успел, что ты сделал и что ты еще можешь делать. Главное быть честным с самим собой. Абсолютно точно. Ну, и очень важно еще, чтобы вам на все это хватало. Здоровье, берегите, пожалуйста, здоровье и физическое, и моральное. Это вам пригодится еще не раз. У нас в гостях был Роман Дусенко, бизнес-архитектор.